МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Уже 10 лет в нашем городе проходят серафимовские детские и юношеские чтения. Это площадка, на которой ребята из разных школ и городов могут представить свои доклады и работы по духовной тематике. О том, как прошли юбилейные чтения и многом другом, нам рассказала директор Саровской православной гимназии Наталья Суздальцева. Наталья Владиславовна, давайте определимся для начала с терминологией. Что такое серафимовские детские и юношеские чтения? Я это для себя называю православной конференцией. Правильно так говорить? Ну, православная конференция. С одной стороны, конечно, это правильно говорить, потому что цель серафимовских чтений – это, конечно, знакомство с православной культурой, с традициями духовными, нашими светоотеческими. И не случайно секции там так и звучат. Духовные страницы русской истории, или святыня земли Нижегородской, например, да, ну, многое другое. То, конечно, ее можно назвать такой детской православной конференцией. Да, конечно, можно в каком-то смысле назвать. Но она все-таки чуть пошире. Она не имеет такую, например, теологическую какое-то такое значение. Вот. Она просветительская. Она не вот богословская. Вот. Если говорить православная – да, но не богословская. Вот. То есть вы берете тематику и даете возможность ребятам ее раскрыть, но на своем уровне, пока что еще школьном. Ну, на сегодняшний день ведь предметная область духовно-нравственная культура народов России, она ведь входит по вгостам, начиная с первого по девятый класс. Вот. На уровне начальной школы – это рок-сэ, а на уровне пятого-девятого класса – это либо внеурочная деятельность, либо тоже предмет какой-то основы православной культуры, или какой-то другой там, как бы, религиозный компонент. Но это же есть на сегодняшний день даже по ВГОСам, по федеральным государствам стандартам. Поэтому прям сказать, что дети вообще этого не знают в школах вообще, ну, трудно сказать. Знают немножко. Конечно, расширяем просто. Давайте вот чуть-чуть отвлечемся. Мне интересно ваше мнение, как преподавателя с многолетним стажем. У нас сейчас проектную работу вводят в школу чуть ли не с начальных классов, когда ребенку предлагают самому выбрать предмет, какое-то исследование провести, ну, хотя бы даже в общих чертах. Вот это правильно? Вот, знаете, нет, это правильно, безусловно. Но есть такой момент, вот хочу четко просто разграничить. Проектная деятельность и исследовательская деятельность. Вот я считаю, что проектная деятельность в начальной школе отлично так и должно быть. А исследовательской деятельности в прямом смысле в начальной школе, ну, быть не может. Конечно, можно сказать, ребенок сделал исследовательские, исследование провел, да, написал исследовательскую работу. Простите, я все-таки считаю, что это больше учитель написал и родители. ему помог, а он так презентовал. Поэтому персерафимские чтения, они не носят научный характер, исследовательский характер. Мы поэтому заявляем, просветительский. Нам важно, что ребенок прикоснулся к этой теме, прочувствовал ее, рассказал именно то, что он пережил, то, что он и как понимает. Понимаете, а не вот провел глубокое исследование. Но проектная деятельность, проект, это немножко другое. Проект, я за проекты, да, когда что-то своими руками сделал, когда что-то придумал, когда что-то воплотил, это совсем немножко другое. Это не исследовательское деятельность. Нужно границу проводить между проектом и исследованием. Но это разные все-таки формы деятельности. Это разные. Они соприкасаются. И чем старше ребенок, тем они больше соприкасаются. И в конечном итоге исследовательская деятельность становится на первом месте. Вообще не может быть проектной без исследовательской, но это чем старше он становится. И у нас, если тоже брать серафимские чтения, то, конечно, у нас есть проекты и в начальной школе, но исследования у нас есть только уже начиная к старшим классам. Поэтому, например, вот именно старшеклассники, вот если посмотрите работу серафимских чтений, вот это исследовательские работы. Там действительно есть глубокие, прямо вот научные работы. А в начальной школе нет, это больше эссе какие-то вот. У нас вообще очень много жанров. Вы знаете, мы почему серафимские чтения не делаем научной конференции? Для того, чтобы не зажимать ребенка в какую-то форму. У нас ведь все можно. У нас можно сделать проект, можно сделать видеоролик, можно сделать рисунок, можно сделать постановку. Можно и научную работу, если ты способен это сделать. У нас можно все. Я не хочу загонять. Вот нам говорят, какой у вас уровень у чтений. Давайте сделаем там вот уровень. На сегодняшний день у нас серафимские чтения. Положение подписано департаментом образования и руководителем епархиального отдела образования ежегородской епархии. То есть Наталья Валерьевна Володько и отцом Евгением Ухудином. То есть можно рассматривать этот уровень либо как городской, либо как епархиальный. Как бы вот такой равный уровень. Говорят, давайте сделаем областным, давайте с министерством образования. Можно еще. Ведь приезжают со всей России к вам на чтение. Да, приезжают со всей России. Но вот я не хочу делать жестко этот уровень какой-то такой вот выше. Почему? Потому что это сразу отрежет формы некоторые участия. Это сразу жестко загонит детей в рамки. В рамки вот этой псевдонаучности, псевдоисследований. А мне совсем это не нужно. Мне нужно живое общение детей, живое приобщение к их творчеству. Не гонка за места между учителями и родителями. Нет этого честолюбия. А вот именно это прикосновение к святыне. Это важно. Поэтому я вот совсем вот даже не пытаюсь купиться на эти предложения. Давайте расширим вот уровень. Давайте поднимем его как-то. Ну вот чисто вот на бумаге. Ну так у нас хороший. К нам реально приезжают люди со всей России. Вот если брать вот географию нашу, она каждый год расширяется. Если брать нашу географию, это вот в этом году, например, к нам впервые приехала большая делегация из Перми. Это несколько пермских школ. Вот. Там... Тоже православные гимназии или обычные школы? Нет, нет. Там есть одна православная гимназия и четыре простых обыкновенных муниципальных школы. Представить. То есть просто такая делегация пермская. Вот. У нас представители из Москвы. Это не православная гимназия. Это классическая гимназия при греко-латинском кабинете Юлии Анатольевича Чайлина. Это из Курска. Из Курска это муниципальная школа. Да, она имя носит Серафима Саровского, потому что они из Курска. Собственно, у них располагается школа на базе вот рядышком с храмом, где Серафима Саровского открестили, вот на этой же, где он жил. Поэтому они имя носят. А совершенно муниципальная, светская, простая школа. К нам приезжают из Кирова. Из Кирова тоже православная гимназия. Все православные гимназии Нижегородской метрополии приезжают. Приезжают и просто муниципальные школы Нижнего Новгорода. Вот лице 87, гимназия номер 2 Нижнего Новгорода. Приезжают к нам из Мордовии, из Зубополяна. Кулибаки всем районам приезжают. Там каких только учреждений, например, нет тоже наши постоянные как бы участники. Вот. То есть это совершенно разная география со всей практически России, вот с разных уголков. И самое главное, это площадка для взаимодействия именно православной и муниципальной системы образования. Вот они друг друга обогащают. Это даже интересно. Вот. С одной стороны, иногда говорят, давайте не ставить ребят из муниципальных школ в одну секцию с православной гимназии, да. Потому что они вроде бы где-то могут уступить им в понимании терминов, раскрытии каких-то таких вещей. Да, как бы неконкурентно способны. Да. Ну я, честно говоря, я ведь, ну как бы так, у меня такая должность ответственная секретарь серафимовских чтений. И когда приходят все работы, я каждую работу просматриваю, каждую работу прочитываю. И я вижу уровень каждой работы. Я делаю секции так, чтобы иногда, да, только муниципальные практически, да. Иногда нет, я и смешиваю, смотрю, равные. Нет, наши не уступают ничем. Особенно в начальной школе. В начальной школе вообще не уступают наши ребят. А среднее звено, да, к сожалению, у нас не так много работ от муниципальных школ. Больше, конечно, иногородних ребят. Боятся учителя русского языка и литературы и истории браться вот за такие темы. А это все-таки учителя такой направленности идут уже в среднем звене. А учителя начальной школы молодцы, ничего не боятся. А соровчане из других школ принимали участие не из православной гимназии? Да, да, да. У нас есть такие, например, вот две школы, три школы, которые все 10 лет ни разу не пропустили. Вот начиная с самых первых чтений, когда было там всего лишь 45 человек, участвовало, 25 заявок было всего. Это три школы. Это вот вторая гимназия, большое им спасибо, ни разу не пропустили. Это седьмая школа и одиннадцатая школа. Все 10 лет они, и они всегда, каждый год являются призерами. И они все 10 лет участвуют в чтениях. Молодцы, конечно. Вторая гимназия вообще всегда большим количеством ребят у них участвует, и всегда достойные работы, всегда как бы они вот на высоте. Ну и седьмая и одиннадцатая, и одиннадцатая тоже очень хорошо. Но помимо них вообще у нас нет ни одной школы в Сарове, которая бы не приняла участие в серафимовских чтениях так или иначе. Но еще и детские сады. Почему они у нас носят названия детские и юношеские? Сначала они были просто детские. То есть сначала они были для начальной школы, потому что начинала их кто? Православная гимназия. Православная гимназия была бы маленькая, с бодукой, начальная школа. У вас первый выпуск в этом году, насколько я знаю. Да. Мы вот росли, и чтения росли по составу. Вместе с вами. Все больше и больше. Но они в 2015 году стали у нас не просто детские, они стали юношескими. Почему? Потому что в них стали принимать участие и студенты. У нас не только принимают. У нас возраст участников от пяти до двадцати двух лет поставлен. То есть у нас принимают дошкольники детские сады. У нас принимают нас отдельная секция детских садов действует. Достаточно активно принимают участие. Особенно детский сад 9, 14 детский сад особенно активно. Ну и другие тоже детские сады. И у нас студенты приезжают. Вот были у нас студенты и медицинской академии, и Арзамасского филиала были студенты, и нашего медицинского колледжа, и политехникума нашего Саровского. А они-то как? О чем? О том же. Все о том же. Каждый о своем, каждая своя тема. Ведь ваши-то ребята, они в рамках школьных уроков этим всем занимаются. Ребята из, допустим, медицинского колледжа, как это? Для них хобби какое-то? Нет, ну почему же в этом? Почему хобби? Вот православная культура, она же вокруг нас. Она же везде вокруг нас. Где? Вы ее не встретите. Вот вы выйдете на улицу, вы же ее встретите. Вот наши храмы, вот они, куда они пойдете, вот они везде. Святыни-то мы, среди них живем. А возьмите нашу историю, возьмите любого нашего деятеля исторического. Так или иначе, он связан с православием. И России, да. Да. Ну а как про это не знать, не писать и не заинтересоваться? А литературу возьмите. Как ее вне православной культуры читать? Ну прочитать-то можно? Другой вопрос. Сколько ты поймешь из того, что написано? А вот именно поэтому читайте, читайте больше, читайте больше, но помните, что самая главная книга – это Евангелие. Что нельзя читать русскую литературу, не прикоснувшись к книге, вот к этой, к Евангелии. И понять вообще русскую литературу без этого тоже как бы невозможно. Да и не только русскую, вообще европейскую, кстати, тоже. Это же база европейской культуры всей. Христианство – основа цивилизации нашей с вами, европейской цивилизации. Это правда. Да, поэтому они в разных вот ракурсах это можно рассматривать. Ну у нас ведь секции какие есть? Кстати, почему еще работы есть интересные? У нас есть такая секция «Духовная безопасность». Да, есть такая секция «Духовная безопасность», ее придумала Оксана Валерьевна Савченко, наш тоже постоянный партнер Серафимовских чтений, кафедра теологии, Саровский физико-технический институт. И она придумала эту секцию, значит, две секции она придумала. Это первая секция «История русской православной церкви XX-XXI веков», то есть на сегодняшний день. И у нас, кстати, были в этом году доклады, ну как бы причины раскола церкви в XXI веке. Там обновленческой церкви, там межцерковные отношения в мире в XXI веке. Представляете, какие доклады дети берут, какие интересуют их темы парадоксальные. Вот прям с сегодняшнего дня были, конечно, там темы, например, как бы роль русской православной церкви в Великой Отечественной войне или как бы положение русской православной церкви на оккупированных территориями фашистов Великой Отечественной войне. Даже такие доклады у нас были. Прямо историческое исследование. Да, да, такие доклады. Вы говорите, старшеклассники чем занимаются. Вот, это тема старшеклассников, например, в этой секции. А в секции, например, духовной безопасности ребята представляли, например, у нас была такая интересная тема, субкультура панков и христианства. Ничего себе. Нашли общие. Ну вот такая была. Это москвичи в такую тему приехали. Или была такая вот тема, касаемая, например, вот этот термин такой новый сейчас, могу ошибиться в названии, номофобия, по-моему, да, это боязнь остаться без телефона на сегодняшний день. Вот эту как бы проблему такую вот рассматривали. То есть это у нас очень широкие, они не обязательно узкие такие. Или вот, например, была вот секция видеороликов в Духовно-научном центре. Ребята снимали видеоролики. Темы этих видеороликов были совершенно разные. Главное, чтобы нужно было раскрыть какое-то нравственное понятие, да. Ну, и ребята, вот у нас вот как раз приз, спецприз канала 16 получил Александр Васляева и вообще коллектив 11 класса нашей гимназии православной с таким вот парадоксальным, неоднозначным видеороликом, как называется, Элон, по-моему, он, да, Одиночество. В одиночку там, да, да, да. Вот. Человек, который, ну, в общем, это такой вот ролик о том, как хорошее дело может, когда только оно начинает формализироваться, и как только к нему прилагает руку государство или какой-то структуры, оно превращается в антихорошее дело, да. Вот об этом как бы такая интересная тема у нее, такая тонкая о том, как можно вести налог на одиночество, чтобы бороться с одиночеством, чтобы сделать всех людей счастливых. Такие проблемы они затрагивают, видите, то есть размышляют о чем. Они сами выбирают темы? Вот когда как, конечно. Ну, на своем примере, вы же тоже, наверное, были научным руководителем. Ну, да, конечно, не однократно, но я как учитель русского языка, литературы и церковно-славянского языка, у меня ребята всегда пишут темы, связанные с взаимодействием русского языка и церковно-славянского. Они сами решают, что им было бы интересно и рассказают, или вы подсказываете? По-разному, по-разному. Вот последняя работа, которую мы делали вот с Татьяной Курякиной, такая вот ученица замечательная у меня есть, кстати, она дважды призер регионального этапа Всероссийской Олимпиады школьников по литературе. Да, это уровень. Это, да, уровень отважен. Она была и в девятом, и в десятом классе. Она такая стильная у нас девчонка. Вот, и мы с ней эту тему начинали, которую только в этом году, в одиннадцатом классе, заканчиваем, начинали еще в седьмом классе. То есть она начинала ее и отступала с нее. Начинала и отступала, потому что знаний где-то не хватало, где-то сил не хватало, занятость и так далее. Тема очень сложная. Вот так вот звучит. Она называется «Языковые особенности икосов, акафистов русским святым». Сравниваются три акафиста, там Серафиму Саровскому, Сергию Раднышскому и нынешнему новомученику, не новомученику, просто святой, который недавно был поканонизирован, Севастьяну Каргандинскому. И сравниваются вот эти акафисты по строению, как их строить. Это такая тема достаточно актуальная, потому что сегодняшний день акафисты переживают как жанр, расцвет у нас, потому что очень много канонизировано святых новых. И о каждом святому, как бы особо почитаемому, как бы принято писать как бы акафист, такой гимн восхваления. А как их писать, по большому счету, за большой промежуток времени уже немножко подзабыли. Произвольная форма тут, видимо, не совсем уместна. Произвольная форма здесь невозможна, здесь четко нужно знать строение. И вот такое вот исследование она проводит. По аналогии, видимо? По аналогии, да. Но ведь как по аналогии дна знать, дна знать четкую структуру. Учебников, кстати, никаких нет. Исследований очень мало, мы занимались этим очень плотно. Можно назвать единичные книги, кто занимается на сегодняшний день. Видимо, это те знания, которые передаются от человека к человеку. Да нет, наверное, не к человеку, а к человеку. Все-таки есть сенот, есть синодальные комиссии, там есть большие специалисты, которые это делают. Но вот мы, например, один акафист начинали изучать, вот Севастяну Каргандинскому. Что это за святой, кстати, я не знаю, как существо было. Он в Карганде был, он преподобный, он как бы умер своей смертью, он не новомученик. Просто его очень почитают. Да, он жил времена революционные, после революции, Великую Отечественную войну. Умер своей смертью, но его просто очень почитали в этом месте. И вот ему как бы акафист сложили, люди написали, как бы читали. А сенот, и мы его разбирали, утвердил совершенно другой. Утвердил буквально 21 декабря, вот, 2019 года, преддном годом утвердил. И мы провели исследование, аббас, и акафист совершенно другой, сенотом утвержденный. И Татьяна прям буквально перед Терафимовским чтением пришлось ей вносить изменения. На чей она не спала? Она вносила, делала. На живую резала свой доклад. На живую резала. А большая разница. В том акафисте были такие первые слова. Атеистический, ссылка, лагерный, потому что он тоже как бы репрессиям подвергался. А эти слова не только славянские, они русские. Их нельзя употреблять. То есть все должно быть канонически. И в этом акафисте, ну, все канонически так, как положено. Поэтому такая вот сложная как бы работа. Вот вы спрашиваете. Ну, это реально научное как бы исследование, достаточно серьезное. И она готовит его, кстати, к хритонским чтениям, которые у нас будут в феврале. То есть она прошла через серафимовские чтения. Вот. И готовится к хритонским. И у нас не одна такая работа была. В прошлом году у нас с Катей Зеленковой, например, у нее было первое место на серафимовских чтениях. С темой она анализировала православную лексику в толковом словаре Ушакова и заняла с этой же работой третье место на хритонских чтениях. То есть поэтому я к тому говорю, что уровень серафимовских чтений к старшим классам. Тоже там есть достаточно глубокие исследования. Но о чем мы не говорим про начальную школу? Совершенного этого требования научности в начальной школе у нас как бы нет. Мне больше нравится, когда это искреннее, творческое и от души идущее в детях начальной школы. Поэтому, например, у нас есть секция первоклассников, где вообще места не присуждаются. Вообще все лауреаты. Секция дошкольников, места не присуждаются. Все лауреаты. Неважно место. Все молодцы. Все молодцы. У нас вообще ни один ребенок не уходит без подарка. Ни один. У нас каждому ребенку дарятся подарки. Всем. И я даже говорила отцу Александру, ну давайте вообще места уберем. И член Жоли приходит, давайте дадим еще этому, давайте дадим. Я говорю, ну это тогда всем, давайте вообще места уберем. Давайте уберем места. Смысл не по этому же. Мы же не делаем уровень региональный, там, всероссийский по статусу. Давайте вообще уберем места. Дети участвуют ради того, чтобы прикоснуться, как бы говорю, к культуре. К святыне, к своей духовной традиции. Ну попробуйте, в конце концов, узнать что-то новое. Ну, нам стало, что сказал отец Александр Брюховец, председатель оргкомитета нашего чтения. Он сказал, нет, Наталья Владиславовна, ударим по чистолюбию. Такой лозунг, такой православный. В каком смысле? Что для некоторых бывает очень полезно проиграть. Пролететь. Да. Это как бы очень воспитывает тоже. Это как вот есть воспитывающее значение оценки, так и место есть некое воспитывающее значение. Наталья Владиславовна, 31 января начнется прием заявлений в первый класс. И скажите, пожалуйста, православная гимназия это тоже касается? Конечно, да, касается тоже. У нас заявления принимаются, либо можно через сайт в электронном виде подать, либо можно прийти просто в гимназию и подать. У нас начинается прием заявлений с 9 утра. Извиняюсь, у нас же сейчас территориальный принцип принимает. У нас нет территориального принципа. Мы принимаем со всего города, пожалуйста, в любое время с 31 января до 31 августа. Пожалуйста, приходите, подавайте заявление. Вот мы как бы открыты. И к тому же, перед тем, чтобы, если вы сомневаетесь, идти к нам, не идти, мы специально проводим целую неделю, у нас даже не неделя, а будет 10 дней, неделя открытая гимназия. Вот начиная с 16 января у нас начнутся открытые уроки, которые можно посетить практически любому жителю Сарова, только с паспортом приходите, чтобы в акте записать могли, кто это и что это. Можно прийти на уроки, значит, расписание уроков будет вывешено на сайте православных Саров буквально завтра, и можно будет уже посмотреть, и 16 января можно будет прийти, ну, не на практически любой урок, а на тот урок, который по расписанию стоит. Но это практически любой, то есть каждый учитель дает по своему предмету уроки как в начальной школе, так и в среднем звене. Вот, поэтому приглашаем, приходите, смотрите. Давайте внесем ясность, у нас просто многих людей может отпугнуть слово православное. Они, допустим, посчитают, что их ребенка с раннего возраста начнут погружать вот в этот мир, причем погружать достаточно грубо. Что значит православная гимназия? Чем вы отличаетесь от других школ города? Ну, православная гимназия, во-первых, мы отличаемся тем, что мы, учредитель у нас является все-таки, это Русская Православная Церковь, Нижегородская Епархия как бы является, учредитель мы отличаемся. Отличается тем, что да, у нас есть определенные православные предметы, которые, у нас есть все абсолютно предметы, такие же, как во всех школах, программа у нас одинаковая. Потому что мы также проходим лицензирование, аккредитацию, министерство образования, все проверки, все точно так же проходят. И астрономию тоже ввели. И астрономию ввели. Все предметы у нас в полном объеме учебного плана такие же, как во всех школах. Но плюс к этому у нас есть свой православный компонент. Это у нас есть основа православной веры, церковные пения, церковнославянские, ну и в старших классах латинский и греческий язык. Еще логика в старших классах. Ну там это на самом деле не такой уж большой компонент православный. Да, для некоторых он бывает сложноват. Сложноват. Это вот такие случаи как бы бывают. Потому что это некая такая углубленная лингвистическая, языковая такая подготовка получается, когда несколько языков. Но в целом программа все такая же. Отличается чем? Тем, что все-таки мы ходим на службы. Мы справляем церковные праздники. Участвуем в архиерейских службах. Утро у нас начинается с молитвы. У нас есть утренняя молитва, с чем мы начинаем. У нас есть духовник, отец Владимир Кузнецов. И вот второй духовник, отец Сергий из Кузоваткин. Два духовника, потому что мы выросли, большие стали. Которые приходят к нам, беседуют с ребятами, беседуют с родителями, какую-то помощь оказывают духовную. Вот этим мы отличаемся. Наталья Владиславовна, последний вопрос. В этом году у вас первый выпуск, как мы уже сказали. Ребята уже решили, куда пойдут? Да, у нас, ну как решили, они, конечно, еще решают. Но решили, какие экзамены, во всяком случае, они будут задавать, какие экзамены ЕГЭ они будут задавать. Они уже как бы знают, направленность какая. Разная у них совершенно направленность. Некоторые собираются у нас, например, в театральный. У нас уже есть две выпускницы. Настя Алина Шевлягина, которые после 9 класса поступили в театральное училище Евстигнеева. Сейчас студентками являются. Есть у нас еще один молодой человек, который собирается в ГИТИС поступать. Уже после 11 класса. Даже два молодых человека, которые собираются поступать. Есть у нас ребята, которые хотят по православной стезе продолжить. Мальчик один думает в семинарию поступать. Девочки на иконописцев. Но есть у нас ребята, которые собираются связать свою жизнь с информатикой, с экономикой. То есть в разных областях. Не обязательно с медициной, с химией, биологией. Вот в этом направлении. Есть разные направления. Нельзя сказать, что с православной гимназии, то выпускники пойдут обязательно в православное училище. Смотрите, какой разброс. Театральное училище и семинария. Друзья, на этом все. Напоминаю, что сегодня мы беседовали с директором Саровской православной гимназии Натальей Суздальцевой. Наталья Людусловна, большое спасибо. Буду еще вам, вашим коллегам в работе. Ну, а ребятам поступить куда хотят.